Уважаемые коллеги! Что я с удовольствием, ну и с сожалением о том, что это не делает сам автор, сделаю. Поэтому вы извините меня за тот формат, он будет отличаться от предыдущего лектора. Я буду в основном читать текст и в конце позволю себе дать короткий комментарий. Итак, лекция называется «Николай Иванович Лобачевский. Современная наука». В рамках года Николая Ивановича Лобачевского, который проводит Казанский федеральный университет в 2017 году, большинство докладов будет посвящено геометрическим достижениям Лобачевского и развитию его идей. Ургкомитет года Лобачевского решил, ну, вторую или третью лекцию цикла, посвятить другим интересам и достижениям Лобачевского, не только математическим. В то же время нельзя делить дела Лобачевского и мысли о нем от главного направления его научных исследований. Николай Иванович Лобачевский, наш земляк, который жил рядом с главным зданием университета в казенном двухэтажном доме, а позже на улице Проломной, как в XIX веке называлась улица Баумана. Он многократно выступал в актовом зале Казанского университета, где мы с вами находимся сейчас. Это удивительный человек. Все, чем он занимался в своей жизни, носит отпечаток его неординарной личности. Его деятельность была многогранной и насыщенной событиями, достижениями и огорчениями. Ученый с мировым именем, прекрасный педагог, великолепный организатор гимназического и университетского образования, ректор-строитель, ректор-библиотекарь, а также новатор в своем хобби в садоводстве. Все это один человек, Николай Иванович Лобачевский. Вы видите здесь знаменитую гравюру Казанского, изображающую Казанский университет. И следующий, достаточно мелко написанный текст, я просто позволю себе освежить в памяти слушателей, о вехе биографии Лобачевского. Николай Иванович Лобачевский родился 1 декабря по старому, 20 ноября, 1 по-новому, в 1792 году в Ардатовском районе Нижегородской губернии. Отец Лобачевского, Иван Михайлович, служил чиновником в геодезическом департаменте. Мать Лобачевского, Прасковья Александровна, овдовев в 1800 году, она увезла своих детей, сыновей в Казань. В 1802 год Лобачевский поступает в гимназию, учится на казенном содержании. В 1807 год окончание гимназии и поступление в только что открывшийся императорский университет на физико-математическое деление. 1807-1811 годы учебы, 1812 год, первая выдающаяся научная работа Лобачевского по механике теории эллиптического движения небесных тел. 1813 год, научная работа в разрешимости алгебраического уравнения хвенной степени минус один равно нулю. 1814 год, досрочно получает младшую ученую должность от дюйм-профессора, соответствующую доценту. 1815 год, начало преподавательской деятельности, читает лекции по математике, астрономии и физике, отвечает за порядок в библиотеке и музее. В 1816 году, звание экстраординарного, внештатного профессора, оборудован старанием Лобачевского физический кабинет с лучшим по тем временам оборудованием, купленным в столице. 1817 год, впервые делает попытку доказать постулат параллельности пятой постулата Евклида. 1822 год, становится ординарным профессором, то есть профессором в современном понимании. В 1822-1825 годы в обозрениях преподавания чистой математики Лобачевский укажет на необходимость принимать геометрии и качества исходных понятий, непосредственно приобретенные из природы. Это очень важный, это уже мой комментарий, необычайно важная характеристика его трудов. В 1823 году повторное избрание деканом. В 1825 год, становится смотрителем всей университетской библиотеки и занимает эту должность 10 лет. В 1827 год Лобачевский избран директором Казанского университета, на этой должности он проработает 19 лет. В 1829-30 годах в Казанском бестнике публикуется труд Лобачевского в ромачалах геометрии. В 1832 год женитьбы Новорвай Александровне Моисеевой, об этом браке, было рождено семеро детей. В этот же год опубликована программа деятельности ученого на посту ректора Казанского университета о важнейших предметах воспитания. В 1834 год по инициативе ректора начинает входить журнал «Ученые записки Казанского университета». В 1835-38 год один за другим выходит трактат Лобачевского «Воображаемая геометрия. Применение воображаемой геометрии к некоторым интегралам. Новые начала геометрии с полной теорией параллельных». В 1840 год в Германии на немецком языке выходит работа Лобачевского «Геометрические исследования». В 1842-1842 год избран член-корреспондентом Николай Иванович Лобачевский, избран член-корреспондентом Гетингянского ученого общества. В 1846 год снят с должности ректора. Официальная причина – ухудшение здоровья. Назначен помощником попечителя, но без оплаты. Тяжелое положение семьи, семья разоряется, приходится продать имение жены. В 1852 год умирает старший сын Николая Ивановича, добавляется ко всем вот этим неприятностям уже действительно резкое ухудшение здоровья ученого, развивается слепота. В 1855 год полностью теряет зрение, главный в жизни труд пангиометрия записывается под его диктовку учениками. И, наконец, к сожалению, 12 февраля по старому стилю, по-новому, 1856 года, Николай Иванович Лобачевский умирает. Похоронен в Казани, на Арском кладбище. И дальше идет, собственно, текст лекции. В науке Лобачевский выбрал сложную проблему, которая волновала ученых на протяжении около 20 веков. Лобачевский решил эту сложную проблему и создал новую геометрию, не вклидывая геометрию, геометрию Лобачевского. Современник Лобачевского, главный российский математик Михаил Острогасский, отзывался об исследованиях Лобачевского резко отрицательно. Но первый математик мира, Карл Гаусс, восхищался Лобачевским. К сожалению, Лобачевскому была неизвестна реакция Гаусса на открытие не вклидовой геометрии. При жизни Лобачевскому ему был известен только один ученый, который понял его геометрию и выступал в его поддержку. Это профессор с Казанского университета Петр Котельников. В науке немало открытий, суть которых не была понята современниками. Та же судьба у прогнозов развития науки. Прогнозы развития науки часто не оправдываются в силу того, что ее прогресс является вероятностным и многофакторным. Опыт показывает, что попытки такого прогнозирования, как правило, редко бывают успешными. История свидетельствует, что наибольший шанс на успех в данной области имели прогнозы не узких профессионалов, а людей, не являющихся таковыми или, по крайней мере, находящихся вне принятых в данное время научных парадигмах. Есть много примеров, подтверждающих эту мысль. Писатель Жюль Верн, явивший своим творчеством, особенно в произведении «80 тысяч льет под водой», беспрецедентный предмет прогноза научно-технического предвидения. Школьный учитель Константин Эдуардович Циолковский, который не соответствовал имиджу ученого современной ему эпохи, но опередил ее на несколько десятилетий. Писатели Александр Беляев и Александр Толстой, предвосхитившие межпланетные станции и изобретение лазера. Инженер и писатель фантаст Александр Казанцев своими трудами, своими экскурсами в область учения о Тунгусском метеорите, по существу переломивший судьбу этой проблемы и предсказавший то, что взрыв метеорита произошел не на Земле, а в воздухе. Он это понял в 1846 году и высказал это мнение специалиста по метеоритам примерно через 15 лет. Говоря о научном прогнозировании, мы должны естественным образом остановиться на подводных камнях и рифах, которые ожидают любого, кто рискует отправиться в плавание по этому полному неожиданности морю. Первая трудность – это привязанность каждого из нас к своей эпохе вообще и к своей научно-технической эре в частности. Ну, так Серано де Бержарак, собираясь на Луну, планировал совершать от путешествия на воздушном шаре. Даже гениальный Жюль Верн предложил для этой цели далеко не оптимальный вариант в виде стрельбы по Луне из суперпушки. Вторая принципиальная трудность состоит в зависимости научного, технического и технологического процесса от такого малопредсказуемого фактора, как феномен открытия, связанного в свою очередь с феноменом человеческой гениальности. «Природа гениальности нам неизвестна. Мы не знаем, каков закон появления гениев, отчего гениальность, как правило, не бывает наследственной. Но зато нам хорошо известно, сколько велика их роль в развитии современной цивилизации. Без Пушкина и Шекспира мировая литература существовала бы, но она была бы какой-то иной, чем мы видим ее сегодня. Без Чайковского, Ветховена и Баха также невозможно представить себе современную музыкальную культуру, как и без Платона, Яраклита и Гегеля современную философскую мысль. Все это относится и к современному естествознанию. Знание науки неотделимо от имен Ломоносова, Гауса, Лобачевского, Максвелла, Фарадея, Эйнштейна, Планка и других гигантов, благодаря которым всякий раз совершался прорыв из одного горизонта знания в другой. И хотя справедливо говорят, что для самореализации гений не только должен творить, но и общество должно быть подготовлено к восприятию его творчества, все же появление гений и связанных с ними открытий есть процесс труднопрогнозируемый. На пороге XX века лорд Уильям Рамзай прогнозировал дальнейшее развитие физики и предсказал завершению классического ньютоновского варианта. Ссылаясь на наличие лишь двух небольших непроясненных обстоятельств. Впоследствии одно из них породило релятивистскую физику, второе – квантовую механику, и оба они вместе взяты и пересмотра физической картины мира, сформировавшись к концу XIX столетия. Исходить из того, что мы уже сегодня все или почти все обо всем знаем, нелепо. Процесс познания подобен восхождению на высокую башню, когда отчетливо видно, как удаляется от нас все расширяющийся горизонт. Все более стремительно происходит развитие научного знания, но, по мнению большинства историков науки, познанная нами часть природы составляет, вероятно, всего тысячные доли процента от непознанной ее части, и представляем мы себе ее истинную природу и сложность не лучше, чем мухоустройство компьютера, на корпусе которого она чистит лапки. В этом нас убеждает одно из величайших открытий XX века – построение модели расширяющейся вселенной Георгия Антоновича Гамова. Здесь бы я вернулся к предыдущему слайду и указал, это уже отклоняясь от авторского текста, имя великого или выдающегося нашего русского физика Александра Фридмана, который первым был, кто построил на основе модели Эйнштейна, теории Эйнштейна, модели расширяющейся вселенной. И связанные с ним, продолжаю, концепции большого взрыва, поставившие под сомнение то, что никто из ученых никогда под сомнение не ставил в вечность категории времени. Этот факт принципиального гносиологического значения, ибо в случае его подтверждения в последующих столетиях постулат Джордана Бруно о множественности миров и бесконечности вселенной выводится на принципиально новую ступень. Ступень не просто тиражирования однотипных миров, а на уровень применения возможного существования множественной типологии миров как таковых. Принцип множества миров и бесконечности из одномерного качества переходит, следовательно, в ранг принципа многомерного и объемного. Лобачевский сделал свое гениальное открытие в то время, когда еще не были изобретены телефоны, магнитофоны и компьютеры, не существовала кинематография, не было радио и телевещания, еще не появился железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, только что была изобретена фотография, не было радиоламп, транзисторов, микросхем. Современному человеку очень трудно представить себе жизнь первой половины XIX века. Будучи молодым человеком, Лобачевский увлекся сложной математической проблемой, которую на протяжении двух тысяч лет пытались разрешить многие ученые. Пятый постулат геометрии Евклида безуспешно пытались доказать как теорему на протяжении 20 веков. И вот неполный перечень ученых, занимавшихся доказательством пятого постулата до XIX века, древнегреческий математик Клавдий Птолемей из Александрии, греческий философ Прокл, я могу даже называть, как у автора указаны, годы жизни этих ученых, Птолемей, 90-160 годы, греческий философ Прокл, 410-485 годы, Ибн Аль-Хайсам из Ирака, 965-1039 годы, Иранский математик и поэт Амар Хайям, 1048-1122 годы, Азербайджанский математик-энциклопедист Насаддин Туси, 1201-1274 годы, Немецкий математик Кристоф Клавиус, 1537-1612 годы, Итальянские математики Китальди, 1552-1626 годы, Джованни Боррелли, 1608-1679 годы, Английский математик Джон Валес, 1616-1733 годы, Итальянский математик Джованни Сакелли, 1667-1733 годы, Немецкий математик Яган Ламберт, 1728-1777 годы, Французский математик Андриан Лежандер, 1752-1833 годы, Довольно близко к построению геометрии Лобачевского Подошли немецкие математики Фердинанд Швейкарт, 1780-1857 годы, И Франц Тауринус, 1794-1874 годы, Однако ясно выраженной мысли о том, Что намечаемая имя теория будет логически столь же совершенно, Как и геометрия Евклида, они не имели. Лобачевский в работе, вышедшей в 1829 году о началах геометрии, Первой его печатной работе по неевклидовой геометрии, Ясно заявил, что пятый постулат не может быть доказан на основе евклидовой геометрии, И что допущение постулата, противоположного постулату Евклида, Позволяет построить геометрию столь же содержательную, как и Евклидова, И свободную от противоречий. Немногим позже и независимо к аналогичным выводам пришел Яныш Бояи, А величайший математик мира Карл Фриде Гаусс пришел к таким выводам еще раньше. Однако труды Бояи не привлекли внимания, и он вскоре оставил эту тему. А Гаусс вообще воздерживался от публикаций, И о его взглядах можно судить лишь по нескольким письмам и дневниковым записям. Например, в письме 1846 года астроному Шумахеру Гаусс так отзывается о работе Лобачевского. В развитии выполнено Лобачевским мастерски и истинно геометрическом... А, извините, я сбился. Значит, в развитии предмета автор следовал не по тому пути, по которому шел и сам, я сам. Оно выполнено Лобачевским мастерски и в истинно геометрическом духе. Я считаю себя обязанным обратить ваше внимание на это сочинение, которое, наверное, доставит вам совершенно исключительное наслаждение. Лобачевский выступил как первый наиболее яркий и последовательный пропагандист этой теории. Хотя геометрия Лобачевского развивалась как умозрительная теория, и он сам ее называл воображаемой геометрией, тем не менее, именно Лобачевский рассматривал ее не как игру ума, а как возможную теорию пространственных отношений. Однако доказательства ее непротиворечивости было дано позже, когда были указаны ее интерпретации, и тем полностью решен вопрос о ее реальном смысле, логической жизни, логической непротиворечивости. Остается лишь сожалеть о том, что Лобачевский при жизни так и не узнал его воображаемой геометрией на великого математика Карла Фридриха Гаусса. Лобачевский перед своей кончиной считал, что умирает непризнанным своими современниками. Лобачевский умер в 1856 году. Спустя несколько лет была опубликована переписка Гаусса, в том числе несколько восторженных отзывов Гаусса о геометрии Лобачевского, и это привлекло внимание к трудам Лобачевского. Появляются переводы их на французский и итальянский языки, комментарии видных геометров. Публикуются и труд Баяи. В 1868 году выходит статья Эрудженио Бильтрами об интерпретации геометрии Лобачевского. Бильтрами определил метрику плоскости Лобачевского и доказал, что она имеет всюду постоянную отрицательную кривизну. Такая поверхность тогда уже была известна. Это псевдосфера российского математика Фердинанда Миндинга. Бильтрами сделал вывод, что локальная плоскость Лобачевского изометрична участку псевдосферы. Я поясню, что поверхности, между точками которых можно установить такое взаимно однозначное соответствие, что длины соответствующих линий равны, называются изометричными. Изометричные поверхности имеют одинаковую геометрию, но их поверхственное строение может быть различным. Согласно теореме Гаусса, произведение главных ревизм в точке не меняется при изометричных преобразованиях поверхности. Окончательно непротиворечивость геометрии Лобачевского была доказана в 1871 году после появления модели Кристиана Клейна. Этот человек жил в 1849-1925 годах. Карл Верштрасс посвящает геометрии Лобачевского специальный семинар в Берлинском университете в 1870 году. Казанское физико-математическое общество организует издание полного собрания сочинений Лобачевского, а в 1893 году столетие русского математика отмечается в международном масштабе. В связи со столетием Лобачевского состоялось открытие памятника Лобачевского около Казанского императорского университета. Нередко приходится сталкиваться с тем, что научные достижения Лобачевского ограничиваются созданием одной из нефклидовых геометрий. Такой взгляд имеют не только люди, далекие от науки, но и многие ученые. Геометрия Лобачевского имеет обширное применение как в математике, так и в физике. И, как уже было сказано выше, это первая из появившихся нефклидовых геометрий. Историческое ее значение состоит в том, что ее построением Лобачевский показал возможность существования геометрии, отличной от эфклидовой, что ознаменовало новую эпоху в науке и в развитии геометрии, и математики вообще, квантовой механики, космологии. Лобачевский указал на связь геометрии с физикой. И хотя его измерения углов треугольника с громадными астрономическими размерами показали еще справедливость эфклидовой геометрии, на самом деле, как оказалось позже, поправки, полученные в рамках теории, основанные именно на неэвклидовой геометрии, оказались заметными даже внутри планетной системы, объяснив знаменитую аномалию движения Меркурия, обнаруженную в XIX столетии французским астрономом Урбеном Леверье. Неэвклидовой геометрии сыграл огромную роль во всей современной математике, фактически в теории геометризированной гравитации Гроссмана и Гильберта Эйнштейна. Оказалось, что взаимосвязь пространства и времени, открытая в работах Лоренца, Планкаре, Эйнштейна и Менковского и описываемая в рамках специальной теории относительности, имеет непосредственное отношение к геометрии Лобачевского. Довольно неожиданно, еще раньше была установлена связь кинематики Лоренца-Планкаре с геометрией Лобачевского. В 1909 году Замерфельд показал, что закон сложения скоростей данной кинематики связан с геометрией сферы мнимого радиуса. Подобные соотношения уже отмечали Лобачевский и Баяй. В 1910 году хорватский геометр и физик-теоретик Владимир Варичек указал на аналогию закона сложения релятивистских скоростей и закона сложения отрезков на плоскости Лобачевского. Казанский геометр и механик Александр Котельников в 1923 году ввел понятие пространства скоростей релятивистской механики, оказавшейся точнейшей реализацией геометрии Лобачевского. Российский физик Черников применил геометрию Лобачевского в физике высоких энергий и в современной теории тяготения. Замечательное приложение геометрии Лобачевского нашла в общей теории относительности. Если считать, что распределение масс материи во Вселенной равномерно, что в космологических масштабах допустимо, то оказывается, что при определенных условиях пространство описывается геометрией Лобачевского. Была установлена тесная связь геометрии Лобачевского с кинематикой, специальной теорией относительности, о чем я сказал выше, и что сказывается, применяется в расчетах современных синтрофизоотронов, когда используется формула геометрии Лобачевского. Предположение Лобачевского, что реальные геометрические отношения зависят от физической структуры материи, нашло подтверждение не только в космических масштабах. Современная квантовая теория все с большей настоятельностью выдвигает необходимость применения геометрии, отличной от эвклидовой проблемам микромера. Лобачевский всю жизнь искал оправдание своей геометрии в механике и астрономии и не переставал верить, что торжество его идей неминуемо. Предположение Лобачевского о его геометрии, как возможной теории реального пространства, оправдалось. Сам Лобачевский применил свою геометрию к вычислению определенных интегралов. В теории функций комплексного переменного геометрия Лобачевского помогла Пуанкаре построить теорию автоморфных функций. Связь с геометрией Лобачевского была здесь отправным пунктом исследований Пуанкаре, который писал, что не в клидовой геометрии есть ключ к решению всей задачи. Теория автоморфных функций представляет замечательный пример плодотворности геометрических идей Лобачевского в их применении к задаче математического анализа теории функций. Геометрия Лобачевского находят применение также в теории чисел, в ее геометрических методах, объединенных под названием геометрия чисел. В заключении приведу слова Лобачевского из его дневниковых записей. Кто хочет говорить правду людям, тот должен быть одержим или страстью к истине и любовью к людям. Человек, который говорит правду только для того, чтобы ее произнести и, так сказать, бросает ее, не заботясь о ее результатах, действует единственно для одной гордости и самолюбия. Какое же правило соблюдать, говоря правду? Никогда ни в каком случае не утверждать противного внутреннему уверению рассудка, но вместе с тем стараться не оскорблять людей, ибо жизнь с людьми есть назначение человека. Можно быть честным, не будучи ни грубым, ни надменным, ни едким. Щадить самолюбие людей, не жертвуя ему ни справедливостью, ни благородством, есть обязанность человека. И позвольте зачитать вам слова из воспоминаний бывшего студента Казанского университета Михайлова, выпускника 1844 года. Какая должна быть сила характера у человека, какая вера и непогрешимость собственного тем гения ввиду всех глумлений, ввиду игнорирования заслуг. Лобачевский шел одинаково к цели, как гигант, опустив забрало, и стрелы, пускаемые в него лилипутами, по-видимому, его не уязвляли. Эмоционально и ярко пронес свою речь над гробом Лобачевского ректора университета Булич. Она была напечатана в известиях физико-математического общества по императорскому Казанскому университете. В речи на празднование столетней годовщины со дня рождения Лобачевского прекрасную речь произнес профессор Суворов, в которой ему удалось в популярном изложении рассказать о сущности научных достижений Лобачевского и об их роли в развитии математических наук во всем мире. Приведу лишь заключительные строчки из этой речи. Я скажу только, заканчивая свою речь, что многие из лучших представителей математики во всех государствах Западной Европы и в Америке работают в настоящее время над развитием этой новой математической теории, основание которой положил наш великий соотечественник Николай Иванович Лобачевский. Этим объясняется тот сочувственный отзыв, с которым встретили конфликт науки Западной Европы и Америки наш скромный призыв к чествованию памяти Лобачевского и выразили свое сочувствие участием в подписке и в сборе пожертвований на племию, имеющую цель увековечить имя нашего великого геометра. Профессор Васильев, написавший очень содержательную книгу, которая называется «Николай Иванович Лобачевский», пишет, подобно тому, как и после открытия Коперника, умственный горизонт человечества после исследований Лобачевского необычайно расширился. После Коперника люди, которые думали, что они имеют обыкновенное понятие о космосе, в центре которого находится Земля, вдруг оказались живущими на ничтожной песчинке в необъятном океане миров. Есть ли предел этому океану, о чем говорит он? Вот вопросы, которые поставила система Коперника. Исследования Лобачевского поставили философию природы вопрос не меньшей важности, вопрос о свойствах пространства. Одинаковы ли эти свойства здесь и в далеких мирах? Откуда свет приходит до нас в сотни тысяч миллионов лет? Таковы ли эти свойства теперь, какие они были, когда Солнечная система формировалась из туманного пятна? И какова они будут, когда мир будет приближаться к тому состоянию всю доравномерно рассеянной энергии, в котором физики видят будущее мира? Вот в чем заключается параллель между Коперником и Лобачевским, проведенная в первый раз Клиффордом и освещенная теперь авторитетом многих выдающихся ученых. Утверждая относительность наших знаний о пространстве, Лобачевский указывает вместе с тем тот путь, которым мы должны приобретать и расширять наши знания о нем. Этот путь есть путь опыта. В этом отношении Лобачевский является продолжательным делом великих ученых и философов Бекона, Декарта, Галилея и Ньютона. Исследования Лобачевского освещают брошенную Ньютоном в предисловии к его принципу мысль о геометрии как части механики, основывающейся на механических действиях, необходимых при измерениях. В 1976 году, когда торжественно отмечалось 150-летие открытия невклидовой геометрии, профессор Черников в своей статье написал «Геометрия Лобачевского все чаще становится рабочим инструментом в руках физиков, изучающих микромир, а сам Лобачевский становится понятным, как понятен архимед. Поэтому вместе с геометрами и физики отмечают 150-летие геометрии Лобачевского как великий праздник мировой науки». В книге Мариса Клайна «Математика и поиск истины» сказано, когда Лобачевский, Бояй и Римман показали, как строить иные геометрические миры, Эйнштейн подхватил их идеи, превратив наш физический мир в четырехмерный математический. Гравитация, время и материя наряду с пространством стали компонентами геометрической структуры четырехмерного пространства времени. Нет сомнений, что и в последующие десятилетия и века потомки будут с восхищением и благодарностью вспоминать и произносить ему великого человека, профессора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского. И буквально несколько слов от себя. Я думал, что мне сказать, дополнение к написанному Юрию Геннадьевичем. И мысль у меня такая появилась. Я позволю ее вам высказать. Вот в истории науки есть открытия, достижения, которые являются логическим следствием предшествующих исследований. Они иногда являются важным этапом таких исследований, соединительным этапом между началом и концом проблематики. Иногда они завершают такую какую-то проблему. Но бывают открытия, которые как бы не стимулированы предыдущим развитием математики, в математике говорю, науки в целом. И они своего рода носят взрывной характер. То есть после появления таких открытий действительно переворачивается мир. Ну так, к таким открытиям, например, к таким ученым можно, конечно же, причислить Галилея, когда он первым посмотрел в телескоп на звездное небо, или Антони Левенгука, который посмотрел вооруженным глазом на каплю воды и увидел, кто там живет. Можно вспомнить Грегора Менделя, который своими посадками разных сортов гороха и скрещиванием заложил фактически новую на уху генетику. Или же, например, открытие Александра Флеминга, случайно обнаружившего целебные свойства плесени, и потом, так сказать, последующее открытие пенициллина, которое трудно переоценить в истории человечества. Или же, например, открытие Великолея Рентгена, случайно обнаружившего, открывшего вот эти вот... До сих пор у нас только называемые рентгеновскими, а до сих пор в мировой литературе это X-Ray, X-лучи. Ну вот я уже упоминал открытие, которое сделал Фридман, впервые получивший модель расширяющейся Вселенной. Но все эти открытия, что интересно, вот я их перечислил... Можно их, конечно, и дальше перечислять, просто память и время, но все эти открытия, они как бы не являются законченными, наоборот, они просто дают, открывают возможность для других уточнений, достижений, результатов. В общем, это на самом деле действительно открытая дверь. А вот открытие Николая Ивановича Лобачевского, оно обладает интересным свойством. Оно также открыло дверь в новую геометрию, но в то же время оно является совершенным, оно законченный характер носит. Вот я помню, когда я учился в университете, вот вместе с присутствующим здесь профессором Сосовым, значит, у меня книга была, по-моему, Ефимов, высшая геометрия, и в этой книге излагалась геометрия Лобачевского, ну, примерно так, как она была, наверное, вот излагалась, описывалась самим Лобачевским. То есть прошло там почти без малого 200 лет, значит, вот эти вот результаты, которые были получены Николаем Ивановичем Лобачевским, они излагались в современные, в те годы, книги. Именно так. То есть это свойство математики. Математика обычно, когда, даже тогда, когда там происходят революционные открытия, которые открывают новые, принципиально новые перспективы, вот результаты математиков, они являются в этом смысле законченными, ну, о каких бы результатах мы не говорили, о теории групп Голуа или вот о геометрии Лобачевского. Ну, и еще раз, конечно, хочу присоединиться к тем словам, которые были мною прочитаны от имени Юрия Геннадьевича Коноплева. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok